Здравствуйте! С вами видеоблог «Философия тестостерона». Я его ведущий Александр Рапопорт. Сегодня у нас в гостях профессор Жан-Поль Деслипер, вице-президент Международной школы постдипломного образования по мужскому здоровью. Сегодня мы поговорим о том, как терапия препаратами тестостерона может замедлить старение мужчины. Жан-Поль, во всем мире известно, что возрастное снижение концентрации тестостерона по сути может запустить процесс постепенного разрушения всего мужского организма, который нам и известен под названием старение. Поэтому вопрос, может ли тестостерон-заместительная терапия замедлить этот процесс? Во-первых, при всем уважении я вынужден не согласиться с тем, что старение – это процесс разрушения. Что касается старения, которое по сути запускается уже с момента рождения, скорее это процесс обусловленной утратой эффективности механизмов восстановления. where the repair mechanisms are not as efficient anymore, as we would like to. So, now it is true. On one hand, we see that aging is starting at birth, совершенно верно. Итак, с одной стороны, старение запускается с момента рождения, и нам известен ряд синдромов, при которых происходит ускоренное старение, и при которых люди умирают уже в 25 лет, что может рассматриваться как доказательство возможности очень раннего запуска процессов старения. С другой стороны, мы видим, что на ранних этапах жизни концентрации тестостерона не снижаются. Напротив, в ходе пубертатного периода они увеличиваются, а максимальная концентрация тестостерона у каждого мужчины наблюдается в диапазоне примерно от 20 до 30 лет. И действительно, именно в промежутке между 30 и 40 годами мы наблюдаем первое снижение уровней тестостерона, что совпадает по времени с ухудшением и других параметров, определяющих здоровье мужского организма. Например, после 30 лет у мужчин начинает несколько ухудшаться память, жизненная функция легких начинает снижаться, фракция выброса левого желудочка снижается. То есть, после 30 лет в организме явно запускается некоторая последовательность событий, в результате которой процессы утрачивают прежнюю эффективность. При этом сложно однозначно ответить на вопрос, имеется ли при этом причинно-следственная связь со снижением тестостерона, потому что объективные доказательства отсутствуют. Фактически, все это сводит обсуждение к вопросу о первичности курицы или яйца. В то же время существующие данные позволяют с уверенностью говорить о том, что уровни тестостерона в какой-либо конкретный момент являются достаточно хорошим предиктором выживаемости на последующие 30-40 лет. Это означает, что тестостерон, безусловно, также является параметром общего состояния здоровья. По этой причине я глубоко убежден, что у каждого молодого человека или по крайней мере в возрасте 30-35 лет, помимо стандартной оценки факторов риска, включающих холестерин, липиды, глюкозу, гемоглобин, тестостерон, потому что если уровни тестостерона окажутся низкими, ряд других функций также может оказаться нарушенным. И так получается, что после 30 лет мужчинам стоит задуматься о том, предпринимать ли что-то по этому поводу или нет. В возрасте 30-35 лет уровень тестостерона начинает снижаться, но некоторые могут сказать – это нормальный процесс, зачем нужно ему препятствовать? Я с этим не согласен. Я тоже. Потому что тестостерон напрямую связан с сексуальной функцией. Конечно, его функции многогранны. Тестостерон играет роль и в обеспечении функций головного мозга, и миокарда, и других мышц, и нервов. Функции тестостерона множество. Поэтому в случае снижения концентрации тестостерона будет нарушение и всех этих функций. Это известно вам, и это известно мне, как медицинскому работнику. А другие люди об этом могут не знать. Пугаться и впадать в панику люди начинают только тогда, когда возникают проблемы с половой жизнью. Если же таких проблем не возникает, а вместо этого отмечается утомляемость, упадок сил, плохое настроение и так далее. На каком основании они могли бы задуматься о необходимости проведения тестостерон-заместительной терапии? Действительно, это очень актуальный вопрос. Здесь требуется принять во внимание несколько различных факторов. Во-первых, мы оба, как мужчины, в данном случае прекрасно понимаем, о чем именно идет речь. Мужчины гораздо меньше заботятся о своем здоровье, чем женщины. Совершенно верно. И это воистину фундаментальная проблема. Этому есть множество причин. Одна из причин, по которой женщины внимательнее относятся к своему здоровью, поэтому они и живут дольше. Они живут дольше, и одна из возможных причин заключается в том, что мужчины берут на себя все стрессовые воздействия. Например, если у женщины есть надежный муж, и родить ребенка тоже легче. Поэтому женщинам следует заботиться и о мужчинах. Верно. Но возвращаясь к моим словам, у женщин есть специалисты, целенаправленно занимающихся их проблемами с пубертатного возраста и до смерти. Это акушер-гинеколог. Учитывая планирование беременности с раннего возраста, женщины так или иначе находятся под медицинским наблюдением. Что касается мужчин, в этом случае отсутствует какой-либо специалист, который занимался бы их здоровьем с подросткового возраста и в течение всей жизни. Кроме того, поскольку женщины беременеют и в целом несут на себе функцию воспроизводства человеческого вида, они уделяют гораздо больше внимания защите от неблагоприятных внешних воздействий, в то время как мужчина относится к этому гораздо беспечнее. Печально известно также, что мужчины очень не любят ходить по врачам, потому что они боятся услышать настоящий диагноз или принять реальность. Это колоссальная проблема. Другая большая проблема заключается в том, что проявление снижения тестостерона весьма не специфичны. Например, предположим, падает сексуальная активность, но упадение сексуальной активности может быть масса различных причин. Например, это может быть связано с напряженным графиком работы, с частыми поездками и так далее. Кроме того, и у других проявлений может быть множество различных причин. Например, ухудшение сна может быть связано со стрессом, шумным окружением, а ухудшение памяти может, например, быть связано с множеством различных вещей, которые требуется помнить. И даже увеличение массы тела, ожирения могут быть связаны с особенностями образа жизни. Например, если человек директор крупной компании, он вынужден посещать массу социально значимых мероприятий. Поэтому весьма непросто на основании этого ставить мужчине диагноз гипогонадизма. Речь идет о всей совокупности проявлений на фоне соответствующих результатов лабораторных анализов, в том числе и в динамике. Только на основании этого можно будет поставить диагноз гипогонадизма. Мне представляется также важным отметить, что состояние здоровья у мужчин с гипогонадизмом с течением времени меняется. Поэтому, на мой взгляд, весьма важную роль в диагностике гипогонадизма принадлежит врачам общей практики, терапевтам. Дело в том, что они хорошо знают особенности конкретного пациента, конкретного мужчины. Если он начинает набирать вес, становится более ворчливым. Если падает его сексуальная активность, это становится настораживающим признак, позволяющим заподозрить дефицит тестостерона. Если он начинает набирать гипогонадизм, то есть секс, то есть это важный знак для гипогонадизма.